Тема данного урока – притяжательное местоимение в английском языке. И как вы видите, эти местоимения имеют две формы – присоединяемая форма и абсолютная форма. Начнем с первой. Вот наша табличка. В первом столбце вы видите уже знакомые вам местоимения личные, а во втором столбце как раз притяжательное местоимение в первой форме, то есть присоединяемой. My – мой, Our – наш, Your – твой, Ваш, Their – их, His – его, Her – ее, It's – этого, его, либо ее, в зависимости от контекста. Итак, в чем отличие данной формы притяжательных местоимений? В том, что после них обязательно необходимо поставить существительное. То есть вот формула. Местоимение в притяжательной форме плюс существительное. Давайте возьмем несколько примеров, чтобы понять. Первый пример. This is my room. Это моя комната. Как вы видите, после притяжательного местоимения my стоит существительная комната room. This is my room. Это моя комната. He is my friend. Он – мой друг. Опять, после местоимения my стоит существительное друг – friend. These are my coins. Это мои монеты. Опять, после местоимения стоит существительное во множественном числе. Кстати, вы, наверное, заметили из этих предложений, что местоимения притяжательные не изменяются ни по числам, ни по лицам, не имеют ни единственного, ни множественного числа. То есть, моя комната, мой друг, мои монеты. В русском языке у нас три местоимения. Мой, моя, мои. В английском языке одно лишь местоимение my. This is my room. Это моя комната. He is my friend. Он – мой друг. These are my coins. Это мои монеты. Итак, формула притяжательных местоимений в присоединяемой форме. Следующее – местоимение плюс существительное. Рассмотрим теперь абсолютную форму. Вот наша табличка. Опять, в первом столбце мы видим личные местоимения и соответствующие им местоимения в абсолютной форме. Как видите, эти местоимения в абсолютной форме практически не отличаются от местоимений в присоединяемой форме. Чаще всего появляется окончание s на конце, либо немножко меняется форма my, mine. А теперь давайте рассмотрим предложение с этими местоимениями в абсолютной форме. Вот мы их сюда прибавим и получится у нас. This is my room and that is his. Это моя комната, а та – его. Как видите, после местоимения в абсолютной форме у нас нет существительного. То есть, та комната – его. Мы могли бы сказать this is my room and that is his room. Но здесь мы используем абсолютное местоимение, поэтому после него нет существительного. He is my friend and she is hers. Он – мой друг, а она – ее подруга. То есть, ее опускаем в существительное подруга. Если бы мы использовали в обоих случаях местоимения притяжательные в присоединяемой форме, мы бы сказали he is my friend and she is her friend. Но так как используем абсолютное местоимение, то she is hers. Все. These are my coins and those are yours. Это мои монеты, а те – твои. Опять в конце у нас идет местоимение в абсолютной форме. Вот его форма – yours. Как видите, разница между этими местоимениями не такая большая. И понять, когда, какие местоимения используются, довольно-таки просто. То есть, если у нас есть существительное после местоимения, то мы используем местоимение в присоединяемой форме. То есть, как раз местоимение присоединяется к существительному. My room, my friend, my coins. Если у нас после местоимения нет существительного, используем абсолютную форму. That is his – это его. She is hers. Она – ее. And those are yours. А они – твои. Думаю, примеры довольно-таки четко объясняют ситуацию. Давайте рассмотрим еще несколько примеров для того, чтобы закрепить материал. Так, в первую очередь, выведем нашу табличку. Итак, личное местоимение, притяжательное местоимение в присоединительной форме и в абсолютной. И несколько примеров. My bicycle is very old, and his is brand new. Мой велосипед очень стар, а его совершенно новый. Подчеркнем синим цветом местоимение, притяжательное местоимение в присоединительной форме. My bicycle. Мой велосипед. Как видите, после него идет существительное велосипед. My bicycle is very old, and his is brand new. А вот его велосипед совершенно новый. И здесь идет местоимение в абсолютной форме, так как после него нет существительного. And his is brand new. They keep their money in a bank, and I keep mine at home. Они хранят свои деньги в банке, а я храню свои дома. They keep their money. Вот у нас местоимение в присоединительной форме. Потому что дальше у нас идет существительное деньги. They keep their money. Они хранят свои деньги в банке, а я храню свои дома. Keep mine at home. Кстати, из этого предложения вы можете заметить, что в английском языке отсутствует местоимение свой. И оно заменяется каждый раз по смыслу тем местоимением, которое необходимо. То есть они хранят их деньги, то есть свои деньги в банке, а я храню свои, то есть мои дома. Вот таким образом. То есть заменяем тем местоимением, которое необходимо по смыслу. They keep their money in a bank, and I keep mine at home. Опять, после местоимения в абсолютной форме у нас нет существительного. То есть мои и деньги тут опущены. It is his problem, not hers. Это его проблема, не ее. It is his. Местоимение притяжательное в присоединяемой форме. Дальше идет существительного. Это его проблема, not hers, не ее. После местоимения в абсолютной форме у нас существительное отсутствие. То есть мы его просто опускаем. Итак, чаще всего в предложениях мы используем местоимение в присоединяемой форме. Так как мы всегда указываем, что является нашим. My bicycle, my money, my problems и так далее. Абсолютное местоимение чаще всего используется либо в коротких предложениях, типа it's mine, это мое. Либо вот в таких предложениях, где сравнивается это мое, а то его. Думаю, тема довольно-таки простая. Теперь вам необходимо выучить вот эту табличку. То есть в соответствии личных местоимений, притяжательных местоимений при соединяемой форме и в абсолютной форме. Ну и еще раз повторите, просмотрите примеры предложений и вам все станет понятно.